Слава Богу! Друзья, слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу! Приветствую всех вас! Благоставляю во имя Господне! Сегодня, да, воскресенье, кстати, видите, здесь уже распускаются, да, и почки, и скоро листочки новой, зелень уже свежая, да, такая молодая. Весной пахнет, пахнет весной. Да, спасибо, Господь, за все. Благодарю тебя. Сегодня, кстати, в традиционном православии, сегодня вербное воскресенье называется, да, вот, или пальмовое, да, называлось в Греции, в Византии. Это воспоминание входа Господнего, Его торжественного такого въезда, да, в Иерусалим. Да, спасибо, Господь, тебе за все. Благодарю тебя, благоставляю имя Твое Святое, Алли Дуя. Да, друзья, благоставляю всех вас, люди добрые, благоставляю во имя Господне. Привет всем из Тулы, с московской заставы, да, за речи, благословен Господь, наш Царь Святой. Молюсь о реформации и православной церкви, как православный реформатор, конечно, священнослужитель, я молюсь в первую очередь, конечно, за православие, но и вообще за все христианство в целом, конечно, потому что признает кто-либо или не признает, желает кто-либо или не желает, но Церковь, она едина. Церковь едина и неделима, и на самом деле во Христе Иисусе нет ни православных, ни католиков, ни протестантов. Дети Божьи, да, рожденные свыше люди, все наши религиозные предрассудки, разделения, конфессиональные, гордыня порой такая конфессиональная, деноминационная, все это похоть человеческая, но Божье Слово пребывает вовек, и Господь смотрит на нас совсем по-другому, не так, как мы, люди, смотрим друг на друга и на себя самих. Да, молюсь о единстве Церкви, она едина на самом деле и неделима, и это единство, оно происходит в нас, оно приходит в нашу жизнь. Да, судьба, судьба миллионов, миллионов верующих приходит. Важно, чтобы мы были сами действительно детьми мира, Божьего Шалома. Да, библейская Господня Пасха уже прошла давно, конечно, в этом году она ранее была совсем, 27 марта было 14 числом месяца Ниссан. Но по православному церковному обычаю традиции религиозной Пасха в этом году, вот, аж 2 мая будет. Да, вот, и, да, из-за антисемитизма, из-за древней этой традиции антисемитской Пасху празднуем мы в православной традиции гораздо позже, получается. Ну, хотя лучше поздно, чем никогда, конечно, безусловно, вот, но все-таки хотелось бы праздновать именно действительно, когда вот сам Бог сказал праздновать. Даже в таких вещах послушание, это приносит большое благословение, а не послушание, это наша гордыня. Антисемитизм – это признак гордыни, человеческой похоти, человеческой гордости религиозной. Вот, а сам Христос Иисус, Он Господь и Спаситель наш, и Он наша Пасха. И для пусть миллионов-миллионов православных действительно это станет очевидным, да, станет пусть даже невероятным, но происшествием таким очевидным. Иисус Христос – единственный путь, единственный Господь, единственный Спаситель. И ни в ком другом нет спасения, как говорили первые еще ученики, так и сегодня мы, уже ученики, уже 21-го столетия, в наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной. И мы по-прежнему исповедуем ту же веру и говорим, что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Аллилуйя! Да, друзья, и реформация, обновление и в православии, и во всем христианстве, об этом молюсь, ради этого тружусь, да, и призываю вас всех, и всех подписчиков канала на Ютубе, и всех моих друзей по социальным сетям, да, всех-всех-всех призываю к этой молитве, вот, пусть Бог благословит. И каждое утро, каждый вечер, вот в этих утренних, вечерних молитвах, с хлебопреломлением, с причастием, с евхаристией, действительно, совершается чудо, друзья, совершается чудо приготовления нашего, примирения нашего. Потому что мир Божий, который превыше всякого нашего человеческого разумения, понимания, он сохраняет нас, соблюдает нас, он формирует нас, и мы становимся действительно мироносицами, такими, знаете ли, мироносцами, носителями этого мира, людьми мира. Потому что наш Бог есть Бог мира, Иегова Шалом, слава тебе, Господь Святой, благословляю всех вас, люди добрые, благословляю всех во имя Господне, и Господь наш есть воскресенье и жизнь наша. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь, пусть не слепые ведут слепых во тьму внешнюю, но пусть прозревшие ведут прозревших в царство Твое, Господь. Пусть совершается чудо, воскресенье и жизни. Господь наш Иисус, Он есть воскресенье и жизнь наша. Воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. С этим откровением живу я. Да, вот как раз вот перед таким вот, да, в традиции православной именуемым вербным воскресеньем, суббота, Лазарева суббота, и вот накануне Лазарева субботы, да, вот это произошло в моей жизни в 2003 году, вот это откровение, понимание, что да, Господь Иисус Христос есть воскресенье и жизнь наша. Да, спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя. Благоставляю вас всех, люди добрые. Благоставляю во имя Господне. Воскресенье Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Да, вот уже и сережки появляются, да, на верезках. Аллилуйя. Вообще прекрасно, весной природа расцветает. Когда весной природа расцветает, И слышу в дальней роще соловья, И аромат долины грудь дыхает. Да, и действительно, да. Поем, воспеваем Господу, Ибо Бог благ, ибо вовек милость его. Слава тебе, Господь Святой. Благословляю всех вас. Здесь храм моего невестного тезки Сергия Радонежского, да. Вот здесь Московская застава, выезд на Москву, в ту сторону уже, да. Молюсь за Тулу, молюсь о земле тульской, о духовном пробуждении Тулы, тульской земли, тульской области. Молюсь за всю Россию, Матушку, о духовном пробуждении я. Пусть, как сказочный принц Иисус, поцелуем своим разбудит спящую красавицу. Аллилуйя. Слава Богу. Да, такой образ у меня давно уже в голове, в сердце. Именно как спящая принцесса, да, спящая красавица. И принц сказочный, это сам Иисус, Он поцелуем любви пробуждает. Он каждый из нас своим поцелуем любви пробуждает. Наши души, наши сердца и целые народы. Однажды поцелуем любви, Он пробудет всю землю. Господь грядет, Иисус Христос грядет. Спаситель наш. Да, благоставляю вас. Люди добрые, благоставляю. Аллилуйя.